здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере и я ее ведущий священник сергий рыбаков вот уже несколько передач мы пытаемся разобраться с темой как не пустить зло внутрь себя как сопротивляться внутреннему насилию когда насилие захватывает тебя с головой как идея как концепция а самое главное как ты будучи христианином можешь этому насилию в этом мире агрессии злобе конфликту противостоять вот христос вроде бы явил нам совсем другой образ как будто бы на все молчит можем ли мы ему в этом подражать что делать когда конкретно вокруг тебя происходит нечто ужасное и какова твоя активная жизненная позиция как сейчас бы сказали сегодня мы встречаемся вновь нашей студии для того чтобы обсудить какова же миротворческая миссия церкви в этом падшем мире безусловно явление войны явление злобы ссор конфликтов локальных ли внутри семейных там общественных разделение на лагеря противоборствующие и так далее так далее все это является конкретным знаком падшего мира мы не говорим о том что это некая норма и конечно же мы не можем сказать что это хорошо и благословить это но как это преодолеть и как это сделать так чтобы это все не вошло в ткань твоего сознания чтобы это не стало руководить твоими действиями как реализовать миротворческую миссию мы поговорим об этом нашей студии с нашим гостем асом николай здравствуйте отец никого добрый день зинин я забыл ваш фамилию назвать клирик храма петра и павла бачка ну вот мы уже много чего сказали и все-таки очень многое остается за какими-то такими скобками где-то может быть даже на периферии потому что ну так видимо человек устроен человеческое сознание таково что дайте мне четких директив делай так не делай так поступая эдак вот в случае одним словом дайте мне технику какой-то безопасности да за схему рабочую схему рабочую схему да вот я увидел вот то-то и то-то такая должна быть реакция ты должен сделать так то опять же да вот берем евангелие там сказано просящему у тебя дай ну соответственно без лишних эмоций без лишних раздумий попросили у тебя какой-то помощи попросили там материальный материального участия финансового попросили просто какого-то там присутствия рядом чтобы ты посидел все дай просящему тебя дать четкие директивы заповедью блаженств заповедями блаженств коих 10 9 мы не знаем как поступать потому что нету жестких директив по большому счету мы проговорили да что мы их как заповеди ты не воспринимаем да это некое четвертое как мы сказали в прошлый раз измерением которого не существует в наших представлениях с которым в которой очень сложно скажем она не укладывается в рамки животной природы да то есть она существует как раз наших представлениях мы можем это увидеть полюбить не натолкнуть но в рамках животной природы она не существует и так христос нам говорит блаженны миротворцы и такие миротворцы будут называться сынами божьими опять же все было бы легко и просто если бы мы понимали миротворческую миссию как миссию примирения как когда ну условно говоря мы поссорилась поссорился старший сын с младшим сыном и вот мы садимся но младшего старшего сажаем друг напротив друга и мы выполняем такую роль миротворца разводим их стремимся сделать понятными миры каждого из них для для друг друга но мы живем в эпоху когда миротворцами могут быть военные вот и они силой оружия устраивают мир вот опять же получается мы в некотором таком тупике что значит миротворец кто такой миротворец и в чем блаженство этого самого миротворца опять же вот мы в прошлый раз подвесили вопрос вернее так мы его задали но в полной мере не раскрыли если я миротворец то соответственно я на стороне мира и добра есть замечательное латинское слово состоящий как бы из директивы из императива до делай мир делай мир по латыни пацифизм вот то есть соответственно я должен быть пацифистом я должен творить мир это не просто отказ от военных каких-то действий конфликта насилия и так далее а я должен быть миротворцем то есть пацифистом вот как это все укладывается можно уложить какие конкретные может быть ну реальные может быть пусть они покажутся в чем-то даже маленькими но шаги вот на пути этого и миротворческой тут как бы да говоря о том что есть некая схематичность запрос на схематичность в нашем сознании я сейчас подумал что в чем-то вот эта привязка к действительности к практике можно назвать схемой да но мы без нее никак не можем обойтись да то есть одно дело мы нарисовали красивые иконы мира иконы не сопротивление злу силы иконы принятия с другой стороны наша повседневная реальность которая опровергает во многом или делает невозможными для нас реализацию и я подумал о том что то есть иконы где у нас они в церкви ну так если да и мне вспоминается один такой случай когда я служил в храме стол мужчинка трифона на 113 километре это очень небольшой приход в среднем на литургии 20 человек это было хорошо это было много и я возрождал там на этом приходе такой древний обычай церкви когда на возглас возлюбим друг друга до единомыслия мисповимы этот возглас был не просто словами в древней церкви как он означал братские объятия тех кто собрался до лапзани мира и я выходил то поскольку для людей это было сложно обнять даже того кто рядом и я подумал если в какой мы ситуации находимся сейчас современной в современности что людям одного прихода посещающим один приход православной церкви регулярно трудно обнять другого такого человека который регулярно посещает те же службы даже им это какая пропасть вот между людьми выросла за двадцатый век там и для того чтобы как-то людей ну к этому я выходил и сам всех обнимал там все кто собрал здесь человек я вышел христос посреди нас мы обнимаемся и люди видим вот такое отношение мое они как-то проще сначала просто те кто рядышком потом так же как я ходили со всеми обнимались и это невероятно но это создавало такую атмосферу которую я мало где ощущал потом вот служа в других приходах просто в петра и павла это невозможно реализовать физически трудно потому что у нас бывает и сто причастников на литургии если батюшка пойдет из алтаря со всеми обниматься то служба ну на полчаса как минимум задержится это не всегда так удобно вот а в том приходе это было очень гармонично но это создавало именно атмосферу единства именно атмосферу доверия именно атмосферу вот этого четвертого измерения я подумал что это есть привязка практическая привязка этой иконы и вот этого измерения мира христова мир мой даю вам говорит христос то есть я вам оставляю некое пространство некое убежище в котором вы сможете это реализовать в котором кстати хорошая фраза мир мой даю вам получается Никто, кроме Бога, его дать и не может Да, да, он, он Это четвертый, ну а кто еще, где ты возьмешь? А мы, получается, должны какие-то условия создавать Да, но мы думаем, что мы можем Мы думаем, что мы можем достигнуть этого сада Мы можем создать условия для того, чтобы нам его дали Потому что, когда Господь не дает Какого-то дара, он не дает его Не потому, что он жаден И ему там скажем, нет, ты докажи, что тебе это надо Нет, ну это очень примитивная Концепция такая Концепция примитивного Бога Очень мстительного, мелочного Корыстного, мздоителя Вот, не любишь ты меня И вот докажи, что любишь, тогда дам Нет, а вот дар дается только тому Кто способен его Усвоить и принять То есть, кто способен его разглядеть И поэтому задача людей Создавать эти условия Для того, чтобы этот мир вошел В ткань жизни Вошел между людьми Чтобы он начал как Сгусток энергии, может быть, да Начал искрить и там И притягивать Работать как электромагнитное поле Ну да, вот в связи с этим примером У меня конкретно вот такая проблема возникла Моя супруга Подошла как-то ко мне И так, ну Поделилась тем, что ей трудно Ей самой Трудно вот это все И она говорит Я не понимаю, как ты это делаешь И я тогда задумался Что я и сам не понимаю, как я это делаю И здесь Я не помню, у кого я уже это прочитал Кто-то из наших богослов 20 века По-моему, у Шмемана Просвитера Александра Когда он тоже толковал Его книга Евхаристия Таинства Царства Что мы соединяемся с другими людьми На литургии Не потому, что мы такие добренькие Не потому, что мы такие Мирные, любящие Такие хорошие А потому, что его мир Его любовь в этом пространстве То есть то, что мы обнялись Даже пусть А когда эта практика уже укоренилась Достаточно Вот на том приходе Даже когда человек заходил просто с улицы Первый раз Люди его готовы были обнять А вот То есть любовь, она на самом деле росла Я просто знаю Потому, что у нас на приходе Тоже эта практика Введена Лапзание мира Я знаю, что те, кто действительно Просто случайно заходили Они, мягко говоря Почему-то считали, что здесь Какое-то недоправославие Здесь какие-то сектанты собрались Они что-то обнимаются Потому, что им тоже трудно В это как бы погрузиться Поверить вот так сходу А вот если вывести Немножечко за Евхаристические границы То есть понятно, что Ну, это вот в пространстве храма А миротворческая функция Миротворческая миссия Вне стен храма Нет, ну вот Она в чем может быть реализована? Тут, мне кажется, нельзя торопиться Так То есть вот В прошлых программах мы говорили о том Что Вот это новое измерение Свободы Любви Свободы почему? Потому, что я свободен От своих Животных паттернов поведения Ну, в какой-то степени Становлюсь свободным от них Могу смотреть на женщину Не как на потенциальный объект Спаривания А как на Прекрасного человека Красоту, которая в этом мире Тоже с помощью Божьей Как бы вот явилась здесь И здесь тоже Такое Вот это новое, да, измерение Свободы, любви В чем-то равенство, да, нашего Дружбы Оно Вот в прошлых программах Виделось нам как Просто недостижимый образ Где-то иногда Как бы так Мы проговаривали, да То получается, что В простаской литургии Этот недостижимый образ Эта недостижимая икона Становится очень близко к нам И вот здесь вот Как вы образ привели Как какого-то света Какого-то магнита Который вот Может нас объединить Может быть Тем пространством Доверительным Между людьми Где тебе нож не всунут Да Оно здесь получается Только зарождается То есть если мы Этот зародыш вынесем Из Евхаристии И начнем его куда-то Опять Это будет вот этим Привинчиванием чего-то Что мы где-то нашли Это как У Льюиса Помните В его Расторжении брака Попытка Райское яблочко Утащить в ад Ну или в чистилище Там да То есть оно слишком большое Чтоб там быть Ты его туда никуда Ну ты его Никуда не прикрутишь туда Оно не поместит Ты его просто даже Не поднимешь Ради этой цели Ты его не поднимешь То есть Может быть Наша задача Быть в этом пространстве Быть в пространстве Литургии Быть в пространстве Евхаристии Быть открытым Хотя бы на приходе Для тех людей Готовым быть их обнять Реально подойти их обнять И чтобы там Оно поспело Вот этот дар Свободы Да И может быть Случится невероятное И ты в какой-то момент Сможешь этот свет Этот светящийся дар Вынести из этой общины И он не рассеется на улице Вот ты станешь настоящим Миротворцем Мне кажется Хорошо Вот тогда Просто ты уже будешь действовать Именно как тот магнит Именно как этот свет Который собирает людей Где вражда прекращается Внимание Аларм Провокация Ну провокация Отчасти Провокация на дальнейшее размышление Великий пост идет Первая неделя поста Первое воскресенье Торжество православия И в наших книгах В богослужебных указаниях Есть чин торжества И в конце чина торжества Ну кто был Из наших телезрителей Те может помнят А те кто не был Может быть просто узнают О том что такой чин есть Вот в конце этого чина Сначала возглашается Вечная память Всем тем кто Потрудился На благо созидания Церкви Миссии Просвещения Там и так далее А потом Сглашается Многолетие Тем кто сейчас Это условно говоря Делает Разрешает эту задачу И начинается все Вспоминовение Понятное дело Вселенских патриархов И вот уже второй год А то даже больше Значит Патриархам Там и дальше Перечисляется Константинопольскому Александрийскому Антиохийскому Иерусалимскому И так далее Многое лето Но Константинопольский И Александрийский Берутся в квадратные Скобочки Делается Сносочка Этих Патриархов Мы Не поминаем Исходя Из политической Ситуации Между нами Вот она Евхаристическая Ну это все равно Уже шире Ну как ни крути Мы в пространстве Литургийном Мы не можем Подойти Обнять Константинопольского Патриарха Но когда мы Возглашаем Многое лето Мы фактически Его обнимаем на расстоянии Ну я так Я этот вопрос Знаю Но По-моему Там на приходах По-разному решают Я знаю Что на некоторых приходах Возглашают Ну то есть Ну и они идут Тогда против Ну да Во многом Если мы берем Именно структуру церковную Как Опять структуру властную Да К сожалению И может По-другому здесь не бывает На земле возможно То есть Опять Значит Это дар Мира Который Опять Можно Образ сада Например Тема такая Очень глубокая Чтобы не растекаться В саду Разные плоды И на одном дереве Вряд ли Несколько плодов Поспеет То есть Каждый христианин Несколько плодов Разного вида Да Каждый христианин Вот В своем приходе Он как древо Райское То есть Какие-то плоды Мы растим И вот Кому-то важно Вот Плоды любви Там плоды Там еще чего-то Может быть У кого-то Поспеет плод Миротворчества Вот Когда Когда он Это такой человек В котором Диаметрально Разные точки зрения Будут находить Себе место Как у апостола Помнишь Слова Идите к нам Вам не тесно Внутри нас Вот Слишком часто Так по-человечески Другим людям Внутри нас Консерватор Да У этого Длинный Он Либерал Это надо Отрубить Это надо Вытянуть У каждого из нас Есть какое-то Там Золотое сечение По которому Мы Мерим Людей Вот Тогда там Тесно Внутри Тогда человек Который на эту Кушетку лег Он пострадает Даже если Это образно Воспринимать Но ты его будешь Или подтягивать Или обрубать И тогда Ему будет тесно А апостол призывает К тому Чтобы Люди Тем более Облеченные Церковной Властью Стремились К тому Чтобы Внутри них Было не тесно Чтобы люди Разных Точек зрения Иногда Диаметрально И вот Мне кажется В наше Непростое Время Это то К чему Каждый из нас На своем месте Может стремиться Пусть внутри Меня Будет Как можно Менее тесно Другим людям С другими Точками зрения Но я понимаю Что Это трудно Реализовать Понимаете Так наше мышление Устроено Что Наш мозг Требует Однозначных Решений Эти правы Или эти правы Этот виноват Или Поиск врага Величину мира Мы не можем Вместить в себя Поэтому гораздо Проще его Разбить на сектора И определить Для себя Что надо Поэтому Этот путь Тоже получается Но он не для всех Но те кто Находят в себе Силы Например Брать две точки зрения Говорят Я и тебя люблю И тебя люблю И мы можем Вместе посидеть И выпить чая Не говоря О тех Болезненных Может быть Но мне И твоя точка зрения Понятно И твою Я тоже чувствую Как боль твою Вот такие люди Они миротворцы Для меня То есть Они Примеряют Внутри себя Несколько точек зрения Давая Свободу Простор Как гостевые комнаты Есть в психологии Такое понятие Что Есть некое Гостевое пространство У человека Для другой точки зрения То есть Я не обязательно Должен Прямо Эту точку зрения Принять И сделать ее своей Но я допускаю Внутри себя Существование Такой точки зрения И поэтому Я не пытаюсь Человека переделать Чтобы он Стал такой же Как я Поэтому Вот это Опять Мы не можем Следовать За евангельскими Вот этими Заповедями Это просто Маячки От Христа Что Такие плоды Возможны И я пытаюсь Я пытаюсь Ее тоже Озвучить И тогда Вот Мне этот плод Близок Я буду на эту Икону смотреть Как вот Митрополита Сурожского То есть Если человек Смотрел на образ Бога Он постепенно К нему Приближался Кому-то Хочется других Плодов Вот он должен Молиться И причащаться И смотреть Как они Спеют В его душе И тогда Вот когда Мы будем Именно церковью То есть Будем Собранными Людьми Которые В какой-то момент Вот эти плоды Они спеют На Евхаристии Спеют В пространстве Литургии А в какой-то момент Бог видит Что мы можем Их сорвать То есть Они поспели Вот когда Мы говорим Да Почему Бог Не дает Мира Например Просто Этот плод Еще не поспел Поэтому мы Не можем Его сорвать А вот Когда он поспел И он в твоих руках Ты тогда Несешь его Уже за Общину И это уже идет Как раз и идет Царство Божие Которое для других Тоже Очень Мне вот хочется Ну просто Чтобы нас не обвинили В Излишней Абстракции Данной темы Потому что Все что вы говорите Мне как человеку Разделяющему Евхаристическую Клесиологию Да То есть Границы церкви Для меня Действительно Проходят Очень ясно И четко По Таинству Например Вообще По литургии По общему делу И по Евхаристии В его сердцевине Но Вот смотрите Вот ситуация Все-таки Возвращая Чтобы обыграть Тему миротворчества Еще и с разных позиций Вот например Идете вы по улице Гуляете А за мной Гонится Ну какой-нибудь Там я не знаю Упырь Который Ну хочет меня избить Вот Если это девушка Ну не знаю Может изнасиловать Ну я Допустим Я меня хочет избить И я подбегаю И говорю Помоги Вмешайся Заступись И защити Там не будет Возможности Сказать Я и твою точку зрения Принимаю Ты очень хочешь Убить Изничтожить этого человека И твою точку зрения Что ты хочешь жить Я понимаю Поэтому Я во всем Тут Тут какое-то Очень активное действие Требуется И в случае Вот в данном Вот в данном Контексте Миротворчество Это не только Некое теоретизирование Не только разговор Мне кажется Нет Ну здесь Я так отвечу Что Моя позиция Ну моя реакция Будет обусловно Животным инстинктам В первую очередь Защиты Тебя как друга И Защиты Ну и Помощь в чем-то Этому человеку Потому что Он не в себе Например То есть Ему нужна Врачебная помощь Какая-то Может быть Он шизофреник В какой-то Тяжелой стадии То есть Там нет На самом деле Времени Разбираться Надо обезвредить Обездвижить Вызвать Там подкрепление И так далее Вот Обездвижив Как Вот Если бы Я разрешу Силу 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 То есть Наша Дружба Станет Крепче Возможно От этого Еще что-то Есть свои риски То есть Тут будет Какой-то Комплекс Именно Животных Каких-то Подсчетов Который Пройдет Без меня И будет Какой-то Может быть Я и убегу К примеру Как бы Мне это Горько Не было То есть Я не могу Заранее Прогнозировать Как я себя Поведу В этой Ситуации Вот Но Как бы Я себя Не повел Мне бы Хотелось Чтобы Ты знал Что за Этим Моим Поведением Есть еще Что-то Большее То есть Чтобы Люди Которых Например Меня кинули Друзья Не вступились За меня Чтобы Человек Этот Знал Что за Этим Животным Поведением Есть еще Сами Твои Друзья Просто По животному Они убежали То есть Их Вот этот Баланс Страха И выгоды Там Страх Ну как бы Выгод было Меньше Чем страх В каких-то Ситуациях Для человека Выгод больше Он прям Очень смело Остается Тогда То есть Надо понимать Что в критических Ситуациях Это больше Все-таки Животный Расчет А не Какое-то Духовное Состояние Человека А вот Духовное Состояние Человека Когда ты Например Имея этот Дар Отчасти Миротворчества Сталкиваешься По воле Божией С человеком Который На грани Отчаяния На грани Уныния И ты Как-то Можешь С ним Этим Поделиться Чтобы его Чуть-чуть Напитать Чуть-чуть В этом смысле Очень правильно Когда ты Сказал Отец Андрей Кураев Когда ему Задавали Вопрос Про Все ту же Справедливую Или там Священную Войну Он ответил так Что да Мы Мы не имеем Права И нет возможности Произнести Фразу Можно Нарушить Заповедь Не убей Потому что Ну это Нонсенс Можно Нарушить Заповедь Но мы можем Произнести фразу Иногда нужно Нарушить Заповедь Не убей Вот То есть В данном случае Действительно Как-то это Начинает Более-менее Вязаться Если мы Ну вот На этом Примере Со мной То есть Да Отец Николай Не может Сказать Типа Все Разрешается Нарушать Заповедь Нет Ну иногда Нужно Повести себя Именно на То есть Разрешить Действовать Некой Животной Своей Природе Нет Тут не то Что разрешить Тут осознать Что она Действует Она действует Тут как бы Смирение Именно в том Чтобы мы Не играли В прятки Со своей природой Потому что Вот ну Века Именно Аскетической Точке зрения Принижающей Плоть Занижающей Но ведь Мы сейчас Намного более Полно осознаем Даже как работает Тело И мы уже далеки Как бы от того Что вот оно Просто грязь какая-то Там ненужная Душа Многие процессы Они в нем Только и происходят Благодаря ему Происходят Поэтому Тут в чем-то В чем-то Тотальная моя Ограниченность Телом Должна привести Меня К какому-то Такому финальному Состоянию Смирения Что я Как бы я его Не принижал Как бы я его Не нивелировал Аскеза И так далее Оно Определяет Какие-то мои И даже Саму аскезу Оно определяет Во многом То есть это тоже Такая поведенческая Линия Вполне И только Когда мы До конца Может быть Смиримся С этим С этой невозможностью Вот мне нравится Определение Что вера Это Такое пространство Невозможного То есть Когда я знаю Что это невозможно Но я Оставляю ему Пространство А вдруг А вдруг Вот невозможно Чтобы Дух Святой Мне что-то сказал Но я оставляю Пространство Для действия А он Что он может Это сделать Отец Николай На сегодня Тоже К сожалению Время нашего разговора Подходит к концу Хотя вопросов Осталось очень много За кадром Но в любом случае Мы Я думаю Какие-то важные Стратегии Важные мысли Важные идеи Хотя бы Смогли наметить И в целом Я думаю Мы смогли Проговорить Тему того Что христианин Как минимум Не имеет права Сходить с позицией мира Он должен Его всегда Иметь В своей голове Как некий Божественный призыв И дорожить этим даром Создавать максимум На своем месте Условия Для того Чтобы этот дар Воссиял Спасибо вам огромное С вами дорогие друзья Мы прощаемся Храни вас Господь До скорых встреч До новых встреч